В Севастополе прошли командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. По легенде учений, 20 апреля в результате таяния снега, продолжительных дождей и аварийного сброса воды из Чернореченского водохранилища произошло критическое наполнение реки Черная. Были затоплены несколько сел, пострадали 95 домов и 193 человека. Спасатели выполняли работы по водоотведению и расчистке русла реки для снижения уровня подтопления. Водолазы специализированного отряда обследовали дамбу водохранилища на предмет угрозы прорыва. На месте условной чрезвычайной ситуации был проведен весь комплекс действий, направлен на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, задействована беспилотная авиация МЧС России для мониторинга и видеоразведки зоны подтопления. Все службы Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС показали готовность к мобилизации и действуя по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 21 апреля состоялся завершающий этап командно-штабных учений МЧС. Противопожарные подразделения различных ведомств отработали практические действия по тушению крупного лесного пожара. Согласно легенде, из-за неосторожного обращения с огнем туристической группой возник пожар в лесном бассейне вблизи села Терновка. Опасности подверглись 1012 домов, в которых проживает 1843 человека. Из-за сильного ветра создалась угроза распространения огня на земли Бокчисарайского лесхоза. В районе условной чрезвычайной ситуации был развернут межведомственный оперативный штаб. На месте сосредоточились противопожарные подразделения города, Черноморского флота и корпуса сил добровольной пожарной охраны Севастополя. Особое внимание спасатели уделили созданию и сбалансированному распределению материальных и финансовых резервов, наличию водных ресурсов, организации связи между органами управления и силами. Мобилизованные на месте чрезвычайной ситуации силы и средства не допустили распространения огня в лесном массиве в сторону поселка. Выполнение практических мероприятий показало, что все силы и средства, задействованные при тушении пожаров, готовы к безопасному прохождению пожароопасного периода на территории города Севастополя.